Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали урские журналисты с экрана телевизора. Нам очень понравилось. Думаем, скорая рядышком, пешком можно дойти. Были случаи, у меня с мужем, например, с сердцем вызывали, целая бригада приезжала. Нам это очень было хорошо. Никаких изменений делать не будет. Ни один врач не сократится, тем более, значит, не уменьшится ни работа, скорая помощь, ничего. Разговор о сокращении подстанции не идет. Я вам говорю и повторяю еще раз. И не надо как-то вот так меня подталкивать к вопросу, что принято какое-то решение. Решение какого не принято. Оно обсуждалось только между главным врачом, и он как доложил мне, и все. Мы с ним нормально работаем. Он очень грамотный специалист, кстати, как руководитель. Много лет работает в станции скорой помощи. И его предложения не всегда очень деловые, очень конкретные. И я не думаю, что главный врач той службы, ну, как говорится, на себя будет набрасывать петлю и ухудшать свои показатели. Не надо быть большим католиком, чем Папа Римский, да? Так вот, не надо меня за медицину убеждать больше, чем я за нее родил в нашем городе. Ну, это, я не знаю, что с вам поднимать, так сказать, мало ли мы какие предложения обсуждаем, так сказать, у себя. Мы так, и так, и так, и так. Всякое бывает в нынешней ситуации. Это непродуманный вопрос у нас. Мы его не... Было только, я опять, третий раз вам говорил, что было только предложение. Мы его не продумали. Если будем продумывать, создастся комиссия, о закрытии подстанции речи не идет. В скорую помощь мы создаем неплохие условия, я считаю, сейчас работать. Мы обновили автомобильный парк у них неплохо. Сейчас новые машины, круглосуточные выезды. Мы в зимнее время обходимся практически своим транспортом без привлечения какого-либо другого транспорта с других предприятий, потому что у нас вездеходные все автомобили. Спасибо, как говорится, главе администрации. Тут и, как говорится, из области нам шесть машин дали УАЗа вот в ближайшее время. В наш первый приезд на советскую подстанцию скорой помощи у меня сложилось впечатление о том, что на медицинский персонал со стороны главного врача господина Чайковского оказывается давление.